Александр Ставер в телеграм-канале за 25 февраля 2022 года. Утренний выпуск. Вчера Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, хотя до этого объявления уже были призваны ветераны АТО. Более того, они были переброшены на линию соприкосновения и, судя по материалам, которые выкладывают республиканцы, уже вступили в бой. По крайней мере, уже есть видео погибших и пленных, которые буквально день назад прибыли на Донбасс. Но тогда это не мобилизация, а мо-ги-лизация. Вместо Б, Г. Сам и то. Второе, что было сделано киевской властью, это разрешение выдавать оружие всем желающим. Тотальная милитаризация, которая должна привести к огромным жертвам среди патриотично настроенной части украинцев. Мы улыбались, глядя на бабушек и школьников с деревянными автоматами. Теперь они получили настоящее оружие. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. Как-то незаметно прошло еще одно решение Киева. Всем-всем от Зеленского означает, что никаких ограничений к выдаче не существует. Президент берет на себя ответственность и готов снять санкции со всех украинцев, которые возьмут оружие в руки. Даже из тех, которые ранее преследовались властью. Мне все это напоминает оборону Берлина в 1945 году. Мальчишки и старики с фаустпатронами, женщины-снайперы на собственной кухне и прочее. Зеленский вполне может сказать ту же фразу, которую когда-то сказал другой изувер, Адольф Гитлер. «Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня». Цитата из генералиссимуса В.В. Карпов. «Вчера со мной связалось довольно много людей по разным вопросам, касающимся Украины в будущем. Параллельно я получал свежие сведения от тех, кто находился в самом центре событий». Я начал материал с упоминания полка Азов. Именно этот полк вчера вошел в Марик, Мариуполь. Первые сведения о поведении карателей поступили буквально сразу же с сообщениями о появлении Азова. Началось минирование объектов, никак не связанных с военной инфраструктурой. К примеру, в одну из школ азовцы завезли большое количество каких-то ящиков. Дальше больше. Ближе к вечеру началось оборудование минометных позиций на крышах жилых домов. Про обустройство огневых точек даже писать не надо. Каратели понимают, что их не выпустят из Мариуполя. Что дальше? Смерть или плен и длительный срок заключения. Надо признать, что идеологически инструкторы поработали очень хорошо. Сдаваться каратели не будут. А вот прикрываться мирными жителями – это в их стиле. Сомнительно, что жителям занятых домов разрешат их покинуть. Очень много внимания уделено Киевам для создания паники среди населения. Интернет буквально завален. Видео пробок на выезде из Киева, очередей к банкоматам, забитыми автомобилями заправок. Это не фейки. Это вполне продуманная политика государства. Паника порождает безнадегу. Люди бегут от войны, спасая семьи и детей от возможной смерти. И им уже не интересно, кто и что делает для обороны государства. Потому и не задумываются о том, что происходит в правительстве, в Раде, в стране. А что стало причиной такого поведения? Нет ни политика геноцида, ни факельные шествия в Киеве и других городах, ни противоправные указы президента, а причина – русские. Те русские, которые ворвались в тот ужасный, но уже привычный для многих мир. Те русские, которые решили защитить тех, кого надо уничтожить, по мнению части украинского общества. И опять Киев действует по установкам Гитлера. Не надо дозволять людям думать. Люди должны тупо верить в то, что говорят власти. Как повезло властям, что люди никогда не думают. Я не уверен, что в дальнейшем эта идея сработает, но в данный, конкретный момент, судя по действиям населения украинских городов, работает немецкий опыт идеологической борьбы. Бегут люди, а русские виноваты. Очень многие сейчас спрашивают про ситуацию в Гастумеле. Почему ВСУ не могут отбить аэродром у ССУ России? Ну, во-первых, ССУ не просто солдаты, а хорошо подготовленные солдаты. А во-вторых, применение тяжелого вооружения невозможно в силу того, что в результате такого применения аэродром будет выведен из строя. Так что, как ни крути, а воевать там приходится визави. Сам на сам. И вот тут играет роль именно индивидуальная подготовка бойца. Александр Ставер в Телеграм-канале за 25 февраля 2022 года. Утро.